Добрый день! Добрый день, дорогие друзья! Я рада, что мы с вами снова встречаемся. Несмотря на все то неприятное, что происходит вокруг жизни, концерты есть, наши встречи есть, прекрасные приходят в нашу жизнь. И сегодня у вас в гостях потрясающие музыканты, которых я знаю, к счастью, уже много лет. Это ансамбль, который сегодня выйдет на сцену, родился в стенах Российской музыкальной академии имени Гнесиных. Это был 2010 год, а сейчас уже 2021. И российский квартет саксофонистов заявил о себе уже так ярко, и в стольких замечательных залах и нашей страны, и за рубежом, что сейчас уже и невозможно представить себе концертную жизнь, культурные какие-то события без участия этого очень талантливого коллектива, молодого и действительно со своим собственным лицом. Я помню, как эти молодые музыканты выходили на сцену Свердловской государственной филармонии, в большой зал, где 800 мест в зале, как их приветствовала публика, и это было уже многократно. И везде, где они выходят на сцену, они дарят слушателям такой уровень музыкального исполнения, настолько интересные программы, что хочется приходить еще, хочется с ними встречаться, хочется с ними дружить, потому что эти музыканты заражают каким-то невероятным оптимизмом и профессионализмом с самой большой буквы. Это достойно всяческого восхищения, поэтому не будем удивляться, что когда в 2014 году встал вопрос о том, чтобы создать Всероссийскую ассоциацию саксофонистов, именно этот ансамбль принял в этом очень большое участие, очень много концертов коллектив проводит. По крайней мере, если говорить о нашей стране, то, наверное, уже от одной границы до другой они точно проехали. Начиная от Камчатки и кончая с западными областями нашими, только сутки назад в Ярославле давал концерт этот коллектив, а сегодня он уже у вас. Это жизнь на колесах, это жизнь в самолетах, это выход к публике, это потрясающие интересные программы. Я думаю, что сегодня мы с вами действительно останемся в восторге, у нас останутся самые потрясающие впечатления. Итак, квартет саксофонистов. Это значит, что будут звучать только инструменты одной группы, но они будут разные. Это сопрано-саксофон, это арт-саксофон, тенор-саксофон и баритон-саксофон. И окажется, что это универсальный ансамбль, которому подвластна все, даже симфоническая музыка. Сегодня будут произведения самые разные, от оригинальных, написанных специально для такого состава, до переложений симфонических и прочих произведений. В общем, я думаю, что вы уже заинтригованы, вы ждете музыкантов, поэтому я просто хочу пригласить их на сцену. Российский квартет саксофонистов. Давайте их сейчас. Ну что, друзья, давайте знакомиться. Владимир Казнов, сопрано-саксофон. Геннадий Полуяктов, альт-саксофон. Станислав Пялов, тенор-саксофон. И Илья Богомоу, баритон-саксофон. Я думаю, вы готовы к сюрпризам, но, наверное, то, что я сейчас назову, это самый большой сюрприз. Но можете ли вы ожидать, когда выходит квартет саксофонов на сцену, что зазвучит симфония Ветховена? Я думаю, что это невероятно совершенно, но именно с первой части Пятой симфонии Ветховена начнется наш сегодняшний концерт. Что ж, все сюрпризы впереди, а мы начинаем наше музыкальное путешествие. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Знал ли Бетховен, что его симфонию будут исполнять квартетом саксофонов? Конечно, не знал, потому что во времена Бетховена вообще еще не было такого инструмента. Бетховен умер в 1827 году, а саксофоны родились только в середине 19 века. Но поверьте, друзья мои, если бы во времена Бетховена уже эти инструменты были, он обязательно писал бы для них музыку. Ну а как быть с той музыкой, которая родилась до появления саксофонов на земле? Ну, конечно, делать талантливые переложения. И сегодня на сцене автор тех переложений, которые звучат в этой программе. Это Илья Богомола. Ему отдельные аплодисменты. Ну а сейчас я хочу, чтобы мы с вами мысленно перенеслись во вторую половину 19 века в Париж, во Францию. Я даже конкретную дату вам назову. 3 марта 1875 год. Мы с вами отправляемся на премьеру новой оперы. Эта опера называется «Кармен». Премьера должна состояться в опера «Комик». И, конечно же, автор Жорж Пизе так ждет отклика публики. Он столько души вложил в эту музыку. И что же он увидел, что он встретил? Грандиозный провал, свистки, крики, разгромная критика после представления. Боже мой! Неужели можно в театр пойти всей семьей? Неужели можно пойти с юной дочерью и с женой на эту безнравственную оперу? Кто там главная героиня? Цыганка Кармен? А как она себе ведет? А что это за, так сказать, действия она себе позволяет? И неудивительно, что убивают ее в конце. В общем, вы знаете, публика была шокирована. Еще никогда на сцене оперного театра не было такой главной героини. И они не услышали музыки, гениальной музыки Бизе, они ее не поняли. А для автора это было таким потрясением, что малое время спустя он ушел из жизни, он не выдержал, сердце его не выдержало, он умер. Он чуть-чуть не дожил до всемирной славы своего произведения, которую предрекали очень многие Чайковские, писал очень скоро. Это будет самая знаменитая опера в мире. Он был прав. И вот сейчас, друзья мои, мы с вами услышим фантазию на темы из оперы Бизе «Кармен». АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 Я думаю, что сейчас, если бы в зале сидел Адольф Сакс, создатель саксофона, он был бы в восторге. Вы знаете, когда он придумал свой новый инструмент и повез его в Париж, парижане вовсе не захлопали в ладоши. Они далеко не сразу приняли в свою семью новый инструмент. И понадобилось много времени и доброй воли многих замечательных музыкантов для того, чтобы инструмент начал жить. Вот среди таких доброжелателей был Гектор Берлиоз, который написал даже целую статью, и в ней были такие строгие. Да, этот инструмент способен прекрасно петь, но вряд ли он когда-нибудь сможет показать свое техническое мастерство. Вот видите, как ошибаются музыканты, даже доброжелательные. Вот какое техническое мастерство мы с вами сейчас слышали, на какие виртуозные подвиги способен саксофон. Поэтому наши аплодисменты, я думаю, еще раз и музыкантам в музыке. На что только не способен саксофон, а способен рисовать целые картины. Вот сейчас именно такое произведение мы будем с вами слушать. Это произведение современного автора. Я думаю, что, скорее всего, имя вы услышите впервые. Его зовут Гильермо Лаго. И судя по тому, как звучит его имя, вы скажете, наверное, или испанец, или латиноамериканец. Но на самом деле это нидерландский композитор, и это его псевдоним. А на самом деле его зовут Вильям ван Мервейк. Он ныне живущий композитор, очень почитаемый в Нидерландах и в мире. Много звучит его музыки. И в каких-то особо важных торжественных моментах в Нидерландах именно ему заказывается музыка. Во всяком случае, когда в 2014 году была коронация в этой стране музыку, заказали именно этому композитору. И в день памяти, в день поминовения, который специально отмечается в Нидерландах, тоже именно Гильермо Лаго пишет свою музыку. В общем, композитор очень и очень известный. Мы сейчас услышим у него совершенно необыкновенное сочинение. Из «Сюиты города» мы услышим пьесу под названием «Сараева». У нас здесь есть юные слушатели, поэтому мы им поясним, что Сараева – это столица Боснии и Герцеговины. И в 90-х годах XX века там происходили страшные события, там была война, там погибали люди. И вот этот город, который раньше называли Балканским и Иерусалимом, он лежал в руинах. Это было настолько страшно, это была просто гуманитарная катастрофа, и весь мир следил за теми событиями, которые там происходили. Поэтому я сейчас больше ничего не буду говорить про эту музыку. Мы сейчас слушаем ее, я думаю, все будем представлять себе сами, о чем она и что там происходило. Итак, Гильермо Лаго, «Сараева» и «Сюиты города». Гильермо Лаго, «Сараевна» и «Сараева» и «Сараева» и «Сарева». СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Мы с вами не раз говорили о том, что с музыкой можно прекрасно путешествовать. И сейчас я хочу позвать вас в Испанию вместе с музыкой замечательного испанского композитора Исаака Альбиниса, который пришел в этот мир, который пришел в искусство на рубеже 19-го и 20-го века. Он был среди тех, кто заставил снова с огромным интересом посмотреть на испанское искусство. Потому что так как-то сложилось история музыки Испании, что когда-то Испания просто, знаете, была на высоте, но это было за 200-300 лет до того, как родился Альбинис. Потом музыкальное искусство, когда музыкальное искусство как-то отошло на второй план, и другие страны приковывали к себе внимание. И вот наступило время, когда испанцы решили, что надо что-то делать, надо возрождать испанскую культуру, надо обращаться к корням национальным. Испания нужно заставить весь мир понять, какая талантливая, какая потрясающая страна Испании. И вот родился Исаак Альбинис, необыкновенный талант, необыкновенный характер. В 4 года он уже начал заниматься музыкой, а в 9 лет он уже выступал перед публикой. А потом какие-то невероятные приключения происходили в его жизни, но не сами по себе, а с его участием. То он сбегает из дома и уезжает на... уплывает, не уезжает, а уплывает на корабле в трюме, и по пути его обнаруживают. Он занимается работами на корабле. Он, вот когда он возвращается через несколько лет домой, он понимает, что он хочет заниматься музыкой, и вот начинают мелькать страны. Потому что и в Испании он учится, и в Англию он едет, и в Брюсселе он учится, в Бельгии, и в Париже он оказывается. Вот где только не носила его судьба, и это такой был человек, как он, невероятно совершенно, способный и на авантюры, и на какие-то неожиданные решения. Но он был не просто музыкантом, не просто пианистом, он был потрясающим композитором. И рассказал своей музыкой о родной стране так, что теперь, просто слушая музыку Альбениса, можно мысленно представлять себе в Испании. Пьеса, которая продолжит нашу программу, называется «Астурия». То есть мы с вами оказываемся в одной из областей испанских. И я думаю, что весь испанский темперамент сейчас в этой музыке отразится. А я вновь приглашаю на сцену российский квартет с саксофонистов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. КОНЕЦ 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 Аплодисменты Какие-то имена мы с вами сегодня слышим впервые, а какие-то очень хорошо знаем. Вот согласитесь, дорогие друзья, что практически не проходит ни одной нашей музыкальной встречи, чтобы не звучала музыка Астара Пьецолы, знаменитого аргентинского композитора. И мы уже с вами прекрасно знаем о том, что он сделал для жанра танго. Говорили танго до Пьецолы и танго после Пьецолы. Это совершенно разная музыка. И в этом году, в 2021 исполняется 100 лет, вернее уже исполнилось в марте, 100 лет со дня рождения этого замечательного композитора, исполнителя. 100 лет назад он пришел на эту землю, а когда ему не стало, в 1992 году говорили о том, что закончилась целая эпоха, закончилась целая эра. Тем более, что в три последних года он находился в Кобе и весь мир надеялся на то, что встанет еще Астар Пьецолы, что он будет еще писать свои танго. Но этого не случилось. Но музыка его живет и трогает нашу душу. И вот сейчас для вас прозвучит одно из самых замечательных и популярных его сочинений. Это танго «Забвение». «Забвение» «Амбливиум». «Забвение» «Амбливиум». «Амбливиум» «Амбливиум». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А для юных служителей мы поясним, что есть такое рукоделие, когда единое целое складывается из разных кусочков. Они как будто бы сшиваются, да, они прикрепляются друг к другу и получается что-то необыкновенное, как мозаика своеобразная. Вот давайте послушаем, что же это за пэтчворк Филиппа Гайса сейчас прозвучит. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» Неожиданно, не правда ли? Это после Пятой симфонии Бетховена, после всего, что мы с вами слушали, вдруг такие пьесы. И мне сейчас пришло в голову, что вообще вся сегодняшняя программа могла бы быть названа «Пэтчворк», потому что столько всего разного, столько всего, и вместе такая картинка того, что может этот инструмент, как можно много сказать и по-разному сказать, будучи квартетом саксофонистов. Это невероятно интересно. И вот сейчас вновь разворот к музыке, которую мы очень хорошо знаем и любим. И я называю имя Мишеля Леграна. Боже мой, сразу Франция перед глазами, сразу вспоминаются фильмы с музыкой Мишели Леграна. Давайте заглянем в 1964 год, когда на экраны вышел фильм «Шербурские зонтики». И в этом же году он получил пальмовую ветвь Каннского фестиваля. И говорили, что этот фильм – это что-то необыкновенное. Тем более там никто не разговаривает, там все только поют. Это фильм-опера, и каждый герой о своих чувствах, о том, что происходит, именно поет. И главные герои, и второстепенные герои. И очень потрудился Мишель Легран, создавая музыку к этому кинофильму, потому что музыка – это самое главное в этом кинофильме, раз это фильм-опера. И даже привлек свою сестру к исполнению музыки, потому что за твой главный героинь поет именно сестра Мишеля Леграна. Ну, а играют профессиональные актеры, естественно. Вообще удивительный композитор Мишель Легран и пианист, и композитор, который равно показал себя и как джазовый музыкант, и как музыкант классический, так он тоже выступал. И он очень много гастролировал, его смешанная кровь, французско-армянская, она давала какой-то букет такой невероятный в его творчестве. И вот сейчас, дорогие друзья, мы с вами услышим фантазию на темы музыки кинофильма «Шербургские зонтики». Я вновь приглашаю на сцену музыкантов. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Фортепиано, гитару, а потом еще и скрипкой занимался, то есть он очень много знал о музыке, не просто понаслышке, он все эти инструменты в руках держал, он знал, как писать музыку. И учился очень много и в разных местах. Закончил в Мадриде Королевскую консерваторию. Потом был момент, когда он уехал в Америку, учился там в музыкальном колледже в Беркли. В общем, это столько опыта было. В результате что-то необыкновенное. Впервые в творчестве этого музыканта соединился джаз и испанское фламенко. Как это можно вообще? Однако он смог это сделать. Он вообще очень много обращался к фольклору разных стран и буквально исследовал, что можно из этого сделать. В 60-х годах он организовал квартет собственного своего имени. Много с ним гастролировал по странам Европы, в том числе был в Греции. И как раз в связи с этим написал знаменитую греческую сюиту, которая уже, кстати, неоднократно звучала в наших с вами концертах. Но каждый раз это восторг и фурор от этой музыки. И настолько действительно много музыкантов сделал. Он и профессором был потом в Мадридской консерватории полтора десятка лет. В общем, я думаю, что это имя мы уже должны с вами очень хорошо запомнить. Педро и Тюральде. И сейчас его греческая сюита из пяти частей. Пять греческих танцев, которые как веночек, как цепочка идут друг за другом. Удовольствия вам, друзья! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 А все вместе, российский творец саксополистов, город Москва. Мы так понимаем, что вы не отпускаете музыку. Не отпускаете? Тогда еще один сюрприз, сама не знаю какой. Поехали. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, это просто красиво. АПЛОДИСМЕНТЫ Сказала, что танцев не было, но все актерские способности налицо. АПЛОДИСМЕНТЫ Дорогие музыканты, мне почему-то кажется, что вы не последний раз на этой сцене. Мне кажется, что сегодня ваш первый выход – это такая первая ниточка, первый взгляд в лицо няготской публики. Поверьте, здесь бывают полные залы. Просто сейчас такое время, когда этого нельзя сделать. Но те, кто не смог сегодня прийти, а сегодня целый класс, к сожалению, на карантине, и просто рыдает горючими слезами, что не с вами. Вот поверьте, что вас здесь будут ждать. Правда ли, друзья? Да? Давайте вам аплодисменты и будущее приглашение этого коллектива. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья, всего доброго! А мы готовимся к встрече со второй половиной публики, которая сегодня будет в 16 часов. Всего вам доброго! С вами была Марина Принц. Всего доброго! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ